Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Левина Ирина, и я работаю в Центре по борьбе и профилактике со СПИДом. Я врач лечебного отдела, и сегодня я вам расскажу о такой инфекции, как ВИЧ-инфекция. ВИЧ-инфекция – это инфекционное заболевание, причиной которого является вирус иммунодефицита человека – ВИЧ, а исходом – синдром приобретенного иммунодефицита – СПИД. ВИЧ, сам вирус, относится к семейству медленных вирусов, а это значит, что от момента заражения и до появления первых симптомов заболевания, и тем более развитие стадии СПИДа, проходит чаще всего несколько лет. СПИД – это конечная стадия ВИЧ-инфекции, то есть иммунная система настолько уже разрушена, что любая инфекция, даже самая безобидная для любых других людей, может привести к летальному исходу. К сожалению, к настоящему времени не существует специфических методов профилактики ВИЧ-инфекции. В некоторых странах ведутся разработки вакцины, на них возлагаются большие надежды, но пока вся профилактика сводится к трем методам. Это безопасный секс, то есть использование качественных презервативов. Это отказ от наркотиков, а если это невозможно, то необходимо использовать одноразовые шприцы индивидуальные. И это комплекс мер по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку. Лечение ВИЧ-инфекции заключается в назначении противовирусной терапии, антиретровирусной терапии, а также в лечении и профилактике вторичных заболеваний. Антиретровирусные препараты, к сожалению, не могут полностью уничтожить ВИЧ в организме, но они снижают количество вируса в организме настолько, что он уже не разрушает иммунную систему. Иммунитет восстанавливается и увеличивается продолжительность жизни и качество жизни. Курс лечения противовирусными препаратами пожизненный, на амбулаторном уровне. Применяется схема с тремя препаратами, а кратность приема противовирусных препаратов зависит от формулы их выпуска и назначенной врачом схемы. Предпочтение, конечно, дает с комбинированным препаратом, с фиксированными дозировками, с однократным приемом в сутки. Антиретровирусная терапия назначается абсолютно всем пациентам. Вне зависимости от клинической стадии заболевания и при любом количестве иммунных клеток, как можно раньше. Такие препараты противовирусные, как зидовудин, ламивудин, абокавир, неверопин, эфаверенс, этравирин и комбинированные современные формы препаратов, такие как зидовудин, ламивудин, абокавир, ламивудин, долудегравир, тенофавир, м3-цитабин, эфаверенс. Тенофавир, м3-цитабин и многие другие предоставляются в рамках гарантированного объема медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования бесплатно. На этом все. Будьте все здоровы! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...